Алтайский онкоцентр надежды. Лучшие специалисты по диагностике и лечению рака мягких тканей и опухоли кожи собрались здесь, чтобы обменяться опытом, обсудить ноу-хау по терапии редких злокачественных форм рака, среди которых саркома, меланома, ликоз и другие. Исключительно важным критерием при работе с опухолями мягких тканей является определение степени злокачественности. Потому что опухоли низкой степени злокачественно нечувствительны или крайне низко чувствительны к химиолучевой терапии и должны подвергаться хирургическому лечению. Опухоли высокой степени злокачественны наоборот. агрессивных форм рака пациент рискует сгореть всего за несколько месяцев. Конечно, говорят врачи, медицина сейчас широко шагнула вперед. Так еще 20 лет назад смертность от лимфобластного лейкоза была 90%. Сегодня 90% уже выживают. В целом ситуация лучше, чем была какое-то время назад. Ниже, конечно. И от нескольких причин зависит. Мало получать хорошее лечение, еще очень важно обеспечить правильное сопровождение пациента. Потому что смертность от осложнений лечения выше, чем смертность непосредственно от заболеваний. Количество больных агрессивными формами рака в большинстве регионов России, к сожалению, растет год от года. Так, в Алтайском крае только саркому диагностируют в среднем у 70 жителей в год. Каждый из таких пациентов нуждается в своевременном и, главное, эффективном лечении. Передовые препараты и методы терапии уже есть, но они далеко не для всех, утверждают онкологи. Одни слишком дорогие, другие еще не запатентованы. В последнее время стали появляться препараты. Их, наверное, может быть три и не более того, четыре, которые начинают отвечать всем требованиям, которые в настоящее время предъявляются для лечения таких сложных больных. Сколько недоступны для людей? Для жителей, понимаете, они сейчас практически недоступны для мирового сообщества, потому что это экспериментальные степени. Побороть агрессивные опухоли можно с помощью бесплатных процедур, но только на ранних этапах болезни. Но в этом проблема. Зачастую новообразование выявляют на третьей-четвертой стадии. А в таком случае медицина без дорогостоящего прорывного лечения бесполезна. Поэтому ведущие онкологи настоятельно рекомендуют заботиться о своем здоровье. Боритина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.